МРТ и КТ срочно! Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте, в эфире новости. В студии Алиса Экинфеева сегодня главные темы выпуска. О ремонте подъездов и благоустройстве. В администрации говорили о планах и конкретных работах. Обозначили стратегию развития науки в Большом Серпухове. Глава встретился с учеными из Пущино. Зрелищная игра студенческой хоккейной лиги. На ледовой арене встретили Серпухов и Лобня. Наши победили. Планы по благоустройству общественных дорог, ремонту подъездов на этот год стали главными темами еженедельного оперативного совещания, которое провел глава городского округа Сергей Никитенко. Обсудили сегодня и подготовку к празднованию Дня Победы. В Серпухове в этом году в рамках программы Московской области формирование современной комфортной городской среды отремонтируют почти 80 подъездов. Важно следить за качеством работы, о чем сегодня говорили на оперативном совещании. Нужно будет обеспечить контроль за выполнение данных обязательств, взятых на себя управляющими компаниями. Что немаловажно, что это направление, работа на моем персональном отдельном контроле. Только вместе и сообща мы можем действительно делать качественную работу. Адресный перечень подъездов, который отремонтируют в этом году, размещен на официальном сайте администрации городского округа. В городском округе Серпухове у нас на этот год 44 подъезда. Протвину 29 подъездов. И в городе Прущино это 4 подъезда. На сегодняшний день ведутся в 18 подъездах. Это ледоед Серпухов приступил к данным работам. И ваши помощники уже потихоньку, черновые работы начали осуществляться в дальних подъездах. Срок завершения ремонтных подъездов у нас 1 сентября. Утвердила перечень работ по ремонту четырех подъездов в доме номер 25 в Липецах совместно с жителями управляющая компания развития городского хозяйства. Третий и четвертый подъезд выполнены на 90%, то есть они уже покрашены. Там сейчас заканчивается работа по монтажу электрооборудования. Соответственно, второй подъезд, черновая отделка закончена. Сейчас будет произведена полностью уборка данного подъезда для подготовки под покрашение. Первый подъезд пока находится на паузе в связи с тем, что с 15 мая выходит подрядная организация, которая будет производить капитальный ремонт крови. В этом году в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды будут реализованы 10 проектов по благоустройству общественных территорий. Победителем всероссийского голосования в 2022 году в Серпухове стал сквер на Северной площади. В 2023 на объекте провели работы по демонтажу устройства освещения. В этом уложат тротуарную плитку, обустроят проезд, автомобильные парковки, установят детскую игровую площадку, парковые качели и малые архитектурные формы. Обустроят летом и скейт-парк в парке Комсомольский. Еще один объект победитель голосования – это сквер Удокалира, поселок Пролетарский. В рамках разработанного проекта запланированы работы по устройству пешеходных зон сквера, проезды, парковки для посетителей Дома культуры. Будет обустроена детская игровая площадка, амфитеатр со сцены для проведения мероприятий. Также на территории сквера установлены парковые мебли, качели, лавочки, урны. Начало работы запланировано на июнь 2024 года. Освещение на территории сквера обустроено в рамках проекта «Следовый город» еще в 2022 году. В этом году благоустроят три объекта в Протвино – пешеходную зону на улице Ленина, общественные территории, лесной бульвар и сказку. В Пущино – пешеходную зону, бульвар Академика Иерусалимского, бульвар Болотова, сквер имени генерала Михаила Кузнецова, памятную стелу в Парке Победы. Пройдет и большое количество мероприятий, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, о чем сегодня также говорили на оперативном совещании. Основные праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 мая. Жду всех на праздничные мероприятия. Полная программа мероприятий будет размещена на сайте городского округа Серпухова. В канун основного праздника, 8 мая, пройдут торжественные церемонии по возложению цветов местным мемориалом Серпухова. На Соборной горе состоится мероприятие в 11.00, а после возложения традиционная наша уже акция «Синий платочек». Полная программа праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, будет размещена на официальном сайте администрации городского округа Серпухов в ближайшее время. Народные избранники утвердили новый состав молодежного парламента и приняли ряд других решений в области социальной и экономической сфер Большого Серпухова. Сегодня прошло очередное заседание Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. В нем приняли участие глава Сергея Никитенко, его заместители, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, представители прокуратуры. Парламентарии рассмотрели 9 вопросов, в числе которых проект об утверждении состава молодежного парламента при Совете депутатов. В его состав вошли 30 человек в возрасте от 16 до 35 лет, делегированных молодежными общественными организациями. Это активисты молодой гвардии, волонтеры и другие участники молодежных движений. Срок полномочий членов молодежного парламента составляет 2 года и исчисляется со дня первого заседания, которое планируется на 27 апреля. Прошу Совет депутатов поддержать предложенный проект решения. Кто за? Против? Продержался. Решение принято. Депутаты сегодня утвердили общий порядок предоставления жилых помещений, который будет действовать в Большом Серпухове. А также внесли поправки в положение о порядке приватизации служебных жилых помещений. В действующей редакции положение право на приватизацию служебного жилья имеют только руководители учреждений в сфере культуры и искусства. Данные условия нарушают принципы равноправия и справедливости, лишая руководителей учреждений других социальных сфер, а это здравоохранение, образование, физическое культуру и спорт, право на приватизацию служебного жилья. Депутаты утвердили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Серпухов на второй квартал 2024 года в размере 154 067 рублей для расчёта размера социальной выплаты молодым семьям. Парламентарии также проголосовали за передачу дороги к участкам для многодетных семей в районе деревни Злобино и собственности муниципалитета в собственность Московской области. Обозначили стратегию развития науки в Большом Серпухове. Глава городского округа Сергей Никитенко встретился с учёными из Пущина и обсудил планы по дальнейшему взаимодействию и работе. За круглым столом светила науки Пущина. Руководители и сотрудники институтов биофизики клетки РАН, а также теоретически экспериментальной биофизики РАН вместе с главой Сергеем Никитенко обсуждают формирование фондов для поддержки разработок на уровне доклинических и клинических исследований необходимость создания научного совета в Большом Серпухове. Администрация не влияет на науку нашу по причине того, что мы федеральные подчинения, а администрация – это муниципальное образование. Тем не менее, они создают условия и предпосылки, чтобы мы могли здесь развивать город, соответственно, привлекать молодёжь. Они создают предпосылки и условия, без которых развитие нашей науки, несмотря на то, что мы принадлежим федеральному центру, она невозможна. На базе институтов стартовала 27-я Пущинская школа-конференция молодых учёных «Биология-наука XXI века». Поэтому во время встречи также обсудили перспективы подготовки будущих учёных. По разным направлениям была возможность использовать тот потенциал, тот базис, который есть в научно-наукционерных институтах нашего городского округа и направлять какую-то часть именно в образовании и формировании подготовки будущих учёных. Сергей Никитенко также пообщался с представителями Совета молодых учёных Московской области и договорился о встрече с ними, чтобы обсудить создание необходимых условий для развития науки в Большом Серпухове и передовых разработок в области биофизики. В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи собрались дети, члены семей бойцов СВО. Специалисты помогали ребятам определиться с выбором профессии и рассказали о существующих льготах при поступлении в ВУЗы и колледжи. Лиза хочет стать звукорежиссером. С учебным заведением, где она сможет получить эту специальность, еще определяется. Но после проведения тестирования убедилась, что с выбором будущей профессии не ошиблась. После того, как я прошла тестирование, рекомендации совпали с моей профессией, которой я хочу стать. Надо после девятого класса в колледж идти, скорее всего, в московский. В целом эта встреча показалась мне очень интересной. Специалисты Центра по работе с молодежью провели с ребятами несколько тестов, обсудили их результаты, а также пригласили на встречу представителей востребованных профессий. Очень востребованы сейчас люди с инженерным образованием. Как воздух нужен? Здесь все химики, электрики, электронщики, физики. Весь спектр, весь спектр. Как жители города, тем более живущие рядом с молодежью монастырем, каждый день молятся, чтобы наша спецоперация закончилась как можно быстрее на наших условиях. Чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми. Специалисты рекомендуют. Выбирая профессию, нужно учитывать, насколько востребованы на рынке труда данные специалисты. Как далеко находятся учебные заведения? Хорошо ли оплачивается работа? Сегодня впервые прошло мероприятие «Твой выбор». Мы подготовили всю информацию, где они могут учиться. Сделали с ребятами тестирование и компьютерное, и индивидуально поговорили. Какие у них интересы, склонности, способности. Я подбирала информацию. Мне хотелось дать как можно больше. И информацию по льготам, и информацию по учебным заведениям. И зацепить момент самопознания и отношения к своим профессиональным склонностям. Наши специалисты, естественно, тоже старались. Вопросы специалистам центра задавали и мамы ребят. В том числе и касающиеся временного летнего трудоустройства. Я узнал то, что меня интересовало по поводу дальнейшего моего обучения. Я учусь на медбрата. Собираюсь потом еще и дальше идти. Правильного выбора профессии ребятам пожелала депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова. Обещала помочь, если это будет необходимо. Вам оптимизма, настойчивости, уверенности и только вперед к своей цели. Обеспечение безопасности на майских праздниках. Основная тема заседания антитеррористической комиссии. Сегодня в администрации обсудили еще и меры профилактики преступлений в информационном пространстве среди молодежи. В мае для жителей и гостей города пройдут праздничные мероприятия с флэш-мобами, концертами, спортивными соревнованиями. Для молодежи проведут уроки мужества и встречи с ветеранами вооруженных сил. Праздники будут организованы в Серпухове, в Пущино и Протвино. Во всех учреждениях социальной сферы пройдут разнообразные тематические мероприятия, посвященные Дню Победы. Уже со 2 мая на территории городского округа начнется традиционная акция по раздаче георгиевских ленточек. 3 мая в 16 часов в Центре по профориентации трудоустройства молодежи пройдет праздничный концерт для жителей «Дети войны, дети Победы». На 7 мая намечен автопробег, посвященный Дню Победы. 8-го состоится возложение цветов к мемориалам и традиционная акция под Соборной горой «Синий платочек». Вечером зажгут свечу памяти. Главный вопрос – обеспечение безопасности. В рамках подготовки проведения праздничных мероприятий силами личного состава во взаимодействии с подразделениями ФСБ, Росгвардии и МЧС планируется проведение комиссионных обследований мест проведения мероприятий на предмет антитеррористической защищенности и технической укрепленности. Вопрос профилактики терроризма в социальных сетях и среди молодежи был также поднят на комиссии. Приближаются каникулы и у школьников и студентов будет много свободного времени. Но те, кто уже достиг 14 лет, смогут устроиться на подработку. Надо посмотреть. Хорошая вещь, когда ребятам летом есть чем заняться. Самое лучшее – это трудотерапия, воспитание. Во-первых, польза для города. Человек, который будет, не знаю, клубочку разбивать, либо бумажки собирать, он потом никогда не бросит эту бумажку мимо урны. Я почему сторонник, чтобы они работали с комбинатом, чтобы они работали на земле в городе, как в Пущино, как в Протвино, так и в Серпухове. Потому что мы видим, в каком состоянии культура. Мы не успеваем объект сдать, а он уже, извините, загажен. Поломанные объекты, малоархитектурные формы, разрисовано все, граффити и так далее, так далее. Более тысячи младших школьников смогут провести каникулы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Спортивная база «Весная пушка» готова на летнее время принять порядка 400 ребят. Особое внимание детям мобилизованных. В каждом учреждении разрабатывается своя культурная, оздоровительная и воспитательная программа. Пристегнись профилактический рейд с таким названием провели госавтоинспекторы Серпухова в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь». Водителям напомнили о правилах применения ремней безопасности, о перевозке детей в автомобили. Сотрудники госавтоинспекции останавливают водителей для профилактической беседы. Основной упор, конечно же, делается на тех, кто пренебрегает ремнем безопасности. Впрочем, инспекторов больше радует тот факт, что большинство водителей соблюдают закон и ездят по всем правилам. «Все в порядке, детишки тоже пристегнуты. Счастливы быть». «Эти акции очень важны, потому что здоровье детей – это первоочередное в нашем обществе. А мы, мамы, папы, мы должны заботиться в первую очередь о здоровье ребенка. Поэтому как-то даем кресло и пристегиваем детей». «Я считаю, что и безопасность, и безопасность – это, прежде всего, особенно детей». Пристегнуть ремень безопасности – это так просто, всего минута. «Есть люди без трубки, это обязательно нужно делать. Все-таки это придумали не зря, наверное. Есть много случаев, когда это спасло людей». Особое внимание во время рейда уделено правилам перевозки детей в автомобили. Сотрудники госавтоинспекции раздают информационные листовки, советуют соблюдать скоростной режим и обязательно пристегиваться. «В рамках социального раунда «Отинший человек спасает жизнь» мы проводим профилактические беседы с водителями об использовании штатного ремня безопасности, а также выявляем водителя, который его не использует. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. В основном, да, водители у нас добросовестные, всегда пристегиваются, и даже когда привозят детей, всегда тоже пользуются детскими удерживающими устройствами». Подобные рейды проводятся в Серпухове регулярно. Профилактические мероприятия формируют правильные привычки, дают возможность сохранить чью-то жизнь и здоровье. «Быстро и зрелищно» – так в Серпухове прошел первый раунд плей-оффа открытых соревнований студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области. На ледовой арене в поселке Пограничный встретились хоккеисты из нашего губернского колледжа и из Лобнинского колледжа Подмосковья. В упорной борьбе победили хозяева. Перед игрой – наставление тренера и пожелание успехов от директора губернского колледжа. Сейчас необходимо собраться с силами, оценить соперника, показать красивую игру и, конечно же, победить. «И, вратаря, не давайте в обиду и друг друга. Не как раньше вам говорили, что не надо на грубость отвечать. Если вашего задели, не надо его защищать. Нельзя друг другу давать в обиду. За это никто ругаться не будет. Все, поехали». «Давай, давай, 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 погнали!» На ледовой арене поселка Пограничный – две сильные команды. Спортсмены нашего губернского колледжа и гости. Колледж Подмосковья и Злобни. Уже в начале первого периода команда губернского колледжа забивает шайбу в ворота противника. Однако через некоторое время спортсмены из Лобни отыгрываются и выходят вперед. Конец первого тайма и счет 4-1 в пользу гостей. Капитан Серпуховской команды отмечает – за первые 20 минут игры удалось прочувствовать соперника, оценить его тактику. «Мы готовились две недели упорных тренировок, бегали по полной. Команда сильная, хорошая, достойна игры. Мы сейчас поборемся, забьем свои голы. Просто мало моментов, побольше бросать надо, забивать. Конечно, биться до конца, до последней секунды, пока сирена не прозвенит». У губернского колледжа сильная поддержка. Здесь родные спортсменов, друзья, студенты учреждения. С трибун звучат громкие кричалки, развернуты большие плакаты. Фраза «один за всех и все за одного» относится не только к хоккейной команде, но и ко всем, кто находится на ледовой арене. «Мы свою команду, я в том числе, со своими студентами поддерживаем на всех играх, даже на выездные игры. Это и в Ступино были, и в Чехове были. Команда молодая, интересная. Поэтому, наряду со всеми видами игровых видов спорта, которые мы в колледже культивируем, это футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, в этом году мы серьезно обратили внимание, чтобы все-таки хоккейная команда была и в Губернском колледже». Хоккейная команда теперь работает на базе спортивного клуба «Пеликан». Участие в открытых соревнованиях студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области студенты колледжа принимают впервые. И они уже добиваются успехов. Команда отыграла групповой этап и вышла в плей-офф. К концу второго периода Серпуховичи уравнивают счет 6-6. Шансы на победу теперь есть у всех. «Эмоции запредельные. Сравняли. Все в наших руках. Создаем темп, атаки. У нас очень сильная команда. Все зависит только от нас, от нашей игры. Соперник взрослый и очень сильный. У нас есть тройка, которым ребятам 15-16-17 лет. То есть ребята молодые, стараются, работают. Но переиграем их скоростью, быстротой постараемся. Сделаем все, что возможно». И они это сделали. В третьем периоде губернский колледж забивает шайбу за шайбой. Счет 11-8 и это победа наших. Впереди у спортсменов 1-4, выход в финал. Дальше будут бороться за кубок и суперкубок открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Помните, что вся актуальная свежая информация есть и в наших социальных сетях. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!